Это очень личная программа о принципах и правилах жизни. Первый заместитель главного редактора российской газеты Юрий Лепский о своей профессии и о своих героях. Юрий Михайлович, я давно очень хотел с вами поговорить в студии, но когда я узнал, что вы собираетесь писать о Василии Михайловиче Пескове, о котором я в юности писал диплом в университете, то я решил, что время настало. Но все-таки начнем мы не с Пескова. Мне кажется, что понять ваш путь без рассказа о газете «Утро жизни» невозможно. Расскажите об этой своей первой удивительной газете. Ну, я пришел на факультет журналистики Уральского университета в качестве школьника. Сейчас это ни о чем не говорит, а в то время брали на факультет только людей со стажем. И для нас, для школьников, у кого стажа не было, выделяли 4 места. И поэтому конкурс был большой. И вот я был из тех 4 счастливых человек, которые попали на факультет журналистики. И туда пришли профессионалы, такие люди взрослые, с опытом. А мы были не взрослые, а без опыта. Но у нас была газета, которая называлась «Утро жизни». Ее выпускал Андрей Альтов, главный редактор, такой же школьник, как и мы. И вот, значит, она состояла из вырунного листка и развернутого общей тетради, на котором был изображен логотип «Утро жизни». Это была курсовая газета? Курсовая газета. На лекциях, в течение лекции, значит, все писали заметки в эту газету. Никто не делал конспектов. Все писали заметки. Он собирал эти заметки. И к концу лекции, к концу нашего учебного дня, газетка вывешивалась, с кнопочками прикреплялась. И это была моя первая газета. В ней я понял, что такое корреспонденция, что такое репортаж, что такое очерк. И что такое, так сказать, дискуссия в газете. Потом я понял, что такое собственный корреспондент. Потому что я был там собственный корреспондент по какому-то другому курсу. Это было замечательно. И вот это было... То есть вы сами устроили себе практику? Конечно, конечно. Я вам скажу, что в это трудно поверить, но вышло более 10 тысяч номеров этой газеты. И даже когда мы закончили университет и факультет журналистики, Альтов продолжал ее выпускать. Мы прислали ему эти заметки по почте. 10 тысяч, это, боже мой. Это огромное. Лет 20, наверное, он... Да, да, да. Это огромное количество. И действительно, мы очень долго... Как там Владимир Ильич писал, с чего начать, с газеты, да? Вот мы начали с газеты, и выяснилось, что газета сцементировала курс. Мы очень долго не расставались. Ну, физически, конечно, мы были в разных местах. Но утро жизни нас объединяло очень долго. Я сам в выпускном классе школы был таким Альтовым. Я выпускал в классе газету, которую сам писал. И она называлась, как популярный азербайджанский портвейн, Аль-Шарал. Почему Аль-Шарал? Вот потом. Хорошо. Юрий Михайлович, вы когда-то, подводя, видимо, итог своих двух книг о Бродском, написали, что без приключения, которые вам подарил Бродский, ваша жизнь была бы иной. Ну, я, может быть, не дословно, а суть передаю. Почему вы увлеклись Бродским? Что произошло? С чего вообще начались две книги журналиста, которые занят вот так? Ну, да. Вы знаете, начать с того, что однажды мне попала в руки книжечка Бродского стихов. Я полистал и понял, я могу об этом сказать откровенно, и понял, что я до этого не дорос. И поставил ее на место. Прошло примерно два года, и вот на какой-то книжной ярмарке я купил не стихи, а эссе, эссеистику Бродского. Она была первой книжкой переводной эссеистики. Как известно, он писал эссе на английском, потом, значит, их переводили на русский язык. Ну, я сел и как-то стал листать, потом стал читать. И очнулся часа через два. Потому что я был абсолютно потрясенный, пришел в себя. У меня было, знаете, такое впечатление, что я последние 10 лет примерно, открывая книгу, входил в какую-то землянку, сгибался, так сказать, и сидел там сагбенным, и еще что-то читал. А здесь было ощущение абсолютного простора, такого неба, католического собора, такого, знаете, великого. Или воздух, высота, на которую надо еще зайти, стремиться, и не надо сгибаться. Ты выпрямлен. И я был абсолютно потрясен и стал читать. И дочитался до того, что в конце концов понял, что мы, у нас, в общем, всего 10-летняя разница в возрасте. В принципе, мы могли встретиться в Питере. Мы одно время были в этом городе. Мы ходили по одним улицам. И это ощущение того, что я упустил эту возможность, просто меня преследовало. Это было бы довольно похоже на наваждение. И тогда я понял, что я должен обязательно пройти теми городами, теми любимыми местами Бродского, чтобы лучше его понять. Но ходить одному нельзя. Надо ходить с его друзьями. И поэтому в каждом его любимом городе я искал друга. И так случилось, что эти друзья откликнулись. И каждый брал меня под локоток и водил. Ну, например, по Венеции водил Петя Вайль. А по Риму мой друг Леша Букалов. Леша Букалов. Совершенно верно. А по Нью-Йорку Александр Александрович Геннис. А по Стокгольму его друг, который показал мне, в общем, все самые маленькие местечки там и так далее. И, в общем, таких мест набралось много. Единственное место, по которому меня никто не водил, это было Норинское. В которое он уже поехал и посмотрел. Вот. И таким образом... Ну, надо сказать нашим зрителям, что Норинское это... Место ссылки. ...поселок, в котором он был в ссылке. Архангельской области. Да, да, да. Но там же живет еще журналист, который напечатал его впервые в жизни. Там, нет, был редактор газеты, районный. Или редактор газеты. Но кто-то его напечатал, это была первая его публикация в жизни. Они напечатали стихотворение протоктора. Это было такое... Очень гордится до сих пор этим делом. Но я думал, что Бродский тоже был доволен. Мне как-то моя дочь спросила, вот ты все время ходишь за Бродским, бегаешь там. Книга называлась... Первая книжка называлась «В поисках Бродского». Ну, я там бегал за ним, как бы искал Бродского. Ну, ты догнал, нашел. Если пользоваться молодежным сленгом, то мне кажется, что я чуть-чуть догнал. То есть я стал его понимать. И это очень важно. Это понимание. И это вот этот период, слава богу, где-то лет 10, наверное, я этим занимался. Этот период достаточно много поменяли в моей жизни. Начиная с библиотеки и кончая знакомствами, друзьями, какими-то новыми людьми. Расскажите о Валентине Полухиной. Ага. Я увидел посвященный ей раздел в музее полторы комнаты в Санкт-Петербурге. И я так понимаю, что она один из крупнейших специалистов по Бродскому. Она крупнейший специалист. К сожалению, покойный. Покойный, да. К сожалению. То, что она сделала, не сделал никто. И я думаю, что вряд ли кто-то уже сделает это. А что она сделала? Она просила примерно 100 персон, которые были знакомы с Бродским. И которые так или иначе знали. Ну, знали его, дружили с ним, так сказать, были близки. И задала каждому из них, в общем, одни и те же вопросы. И каждый человек отвечал на эти вопросы. Три тома вышли. Современники о Биосифе Бродском. То есть сама она не была как в кругу друзей Бродского? Она была, конечно, в кругу друзей. Более того, он с ней консультировался и часто советовал. Потому что она филолог, по-моему. Она филолог, да. Кстати, она родом из Кузбасса. Но в конце концов была профессором Киллского университета в Лондоне. И в какой-то момент все бросила и стала заниматься Бродским. И вот в течение 20 лет этих занятий, конечно, Иосиф Александрович к ней относился предельно уважительно. Потому что она была очень деликатна. Абсолютно честна. Не извлекала никаких корыстных целей из этого знакомства. Эти три тома – это круг Бродского? Нет, не всегда. Не всегда круг Бродского. Более того, понимаете, там еще очень интересно. Там один том – это и был из-за приживом Бродскому. А два тома – уже когда Бродского не стало. Как она говорила, там были люди, которые уже могли что-то сказать негативное по поводу Бродского. Но это тоже есть все. Это все тоже есть. Она, ну, потом она ведь написала несколько книг о нем. И у нее была прекрасная, просто великолепная книга-эссе о цветах, о разных цветах в стихах Бродского. Это потрясающе интересная книга. Вот. И я счастлив, что был знаком с ней. И мы были в довольно таких доверительных отношениях. Я был у нее дома, и мы говорили о Бродском. Естественно, у нее был… Дэниел был переводчиком Бродского, один из лучших. И говорили с ним тоже о Бродском. Кончилось с тем, что, когда она почувствовала, она ходила все время с кардиостимулятором. И она понимала, что недолго, в общем, это уже осталось. И когда она почувствовала, что надо принимать какие-то решения, решение было такое. Она безвозмездно передала весь архив, который у нее был. У него был колоссальный архив Бродского. Безвозмездно передала в Питер, в музей-квартиру Бродского. Надо было как-то это все отправить. Там очень много ящиков. С книгами, с документами, с прочим. Как? Я обратился за помощью к Владимировичу Григорьеву, который работал в то время в федеральном агентстве по печати массовых коммуникаций. А он позвонил послу Яковенко в Лондоне. Тогда был послан. Да, да, да. Очень быстро выяснилось, что посол Яковенко прекрасно знает Бродского наизусть. Не удивлюсь. Да, да, да. И мы приехали, и это был такой бродсковедческий вечер, который устроил Яковенко там. А уже на следующий день паковались коробки, и диппочты были отправлены в Питер. Вы всю жизнь работаете газетчиком. Да. Сейчас один из руководителей главной газеты страны, российской газеты. Скажите, писатель в газете, это хорошо? Вот наш главный редактор не любит писателей в газете. Но тут надо разобраться, что именно хорошо, что именно плохо. Когда человек садится писать какой-то материал и думает о том, что это может быть началом книги будущей, наверное, это не очень хорошо. Мне и мне это не всегда нравится. Но когда человек искренне, нормально, плодотворно работает, и в какой-то момент, глядя на то, что он сделал, оглядываясь, подумал, в принципе, это могло бы быть книгой. Это нормально. И это к этому нормально относится и мой главный редактор. Кто такой Аграновский? Это писатель в газете. Ну, конечно. Да, а это по-прежнему журналист номер один, несмотря на то, что вот недавно прошло, по-моему, там огромное количество лет с одной его ухода. Нет, я отношусь к этому нормально абсолютно. Я просто считаю, что это зависит очень от человека. Вот я работал в газете, в которой моим замом был Кабаков, писатель, довольно известный. Конечно. С железной совершенно дисциплины человека. То есть писатель на писатель. Он на работе отдавал себя всего работе. Были ли у вас учителя главные редакторы? Потому что я прочел один ваш текст, такой несколько ироничный, об одном из главных редакторов, с которым вы работали, в труде. Да, да, да. Но я должен сказать, что этот человек себя очень мужественно повел, когда газету труд не закрыли в 91-м году. Она была одной из четырех, которую не закрыли. Да, да. Тем не менее, выходя, она имела позицию совершенно противоположную той, которую ожидал от нее ГКЧП. Это правда. Так вот, были ли у вас главные редакторы учителя? Знаете, судьба сводила меня с разными главными. И я должен вам сказать, что... Ну, например, мы вели некоторые разговоры с Яковлевым. Егором Владимировичем. Егором Владимировичем, да. Он приглашал меня своим замом в общую газету. И мы на эту тему часто общались. Я, естественно, даже понимал, с кем я имею дело. И он очень многому ментально меня научил. Как-то я много-много нахватался от него. Но я, знаете, что ценю в главных? Когда человек ценит твое имя, наработанное с годами, и не позволяет тебе его утратить. Он заботится не только о тебе, как о человеке, но он заботится о том профессиональном имидже, который ты наработал. Вот это дорогого стоит. Это не каждый главный может себе позволить. Да. Я здесь уже приводил этот пример. Ив Тушенко и главный редактор литературной галеты Косолапов. Когда Ив Тушенко принес ему бабий яр, и он сказал, подождите, я позову жену. Приехала жена, и они долго совещались. И тот сказал, я буду печатать. Он сказал, простите, а зачем вы жену звали? Он говорит, ну меня же снимут. Это был 1971 год, его действительно сняли. И что удивительно, у него была совершенно партийная судьба. Он работал в партийных органах. То есть ничто не предвещало вот такой момент литературной смелости, человеческой смелости. А вот Василий Михайлович Песков, вы с ним работали в комсомольском? Да. Мы с ним работали в комсомолке с 80-го года. Я пришел в комсомолку и, конечно же, познакомился с Песковым. Почему? Ну, во-первых, потому что вся моя юность, все мои школьные годы и последние, ну, конечно, и студенчество проходило под знаком этого журналиста. Ну, конечно, у нашего поколения он был кумиром. Ну, конечно, конечно. Шаги по России, путешествие с молодым месяцем. Ну, как? Вот. И, конечно, когда я пришел в комсомолку, естественно, что я, ну как, не то, чтобы побежал знакомиться, но обязательно... Наблюдал. Встретив коридоре. Да, конечно, конечно, Василий Михайлович. Вот. Ну, это было такое, в общем, шапошное знакомство. Потому что я работал с Абкором в Новосибирске, сначала в Комсомольской правде, а потом пошел на этаж, меня взяли. И вот, когда я пришел на этаж... На этаж это в Москву? Да, в Москву. И когда меня взяли уже работать в Москву, вот тут-то мы с Песковым познакомились по-настоящему. Дело в том, что, знаете, был случай печальный такой, когда я был назначен корреспондентом в Дели, и, в общем, уже должен... У меня был билет в кармане, и я должен был лететь и открывать карпунт Комсомольской правды в Дели. Но за два дня до вылета мне пришла телеграмма из Нижнего Тагила, моего родного города, и умер папа. И я шел с этой телеграммой в кармане по коридору комсомолки, плохо соображал, что происходит. Вдруг меня кто-то взял за локоть, прислонил к стене, и знакомым хриплым голосом сказал, «Ёра, я знаю, у тебя горе, но что поделать, все мы смертны. Если тебе нужны деньги, я могу тебе дать сколько надо». Это был Песков. В кепке, в своей куртке обычной я так встрепенулся и поблагодарил, конечно, так сказать, ну... Просто отца хоронил комбинат, поэтому там ничего не надо было особенно. Вот, но я запомнил этот случай. Это был первый человек, который предложил в комсомолку, предложил мне помощь. И говорю об этом потому, что через несколько лет мы с ним встретились в Индии. Он приехал. И, вы знаете, я обратил внимание на то, что... Вот я все время его читал. Ну, Песков оказался мне известным, но я никогда не видел, как он работает. Никогда. А тут я видел, как работает великий журналист Песков. И это произвело на меня очень сильное впечатление. В чем? А я сейчас расскажу вам. Вот мы едем на джипе между Агро и Джайпуром. По дороге. Дорога узенькая. В обочине дороги идет человек, и на ошейнике ведет медведя. Ну, понятно, что он зарабатывает таким образом. Да. Песков говорит, он обычно, так сказать, не очень разговорчив, но он говорит громким голосом, стоп. Джип останавливается. Василий Михайлович, в мгновение ока выбегает из джипа. Бежит. В буквальном смысле. Не торопится. Не торопим. Бежит. Обгоняет этого человека с медведем. Плюхается на обочину. Уже у него никон, его пленочный в руках. И он начинает снимать в контрсвете приближающегося. Я за ним, естественно, бегу, но я не успеваю. Я тоже плюхаюсь туда. Смотрю, господи, тут же грязь. Это Пескова не волнует абсолютно. Он делает съемку. Потом он мне говорит, он увидел меня, что я рядом. Говорит, Юра, немедленно останови этот человек. Мне нужно с ним задать ему несколько вопросов. Я бегу к этому человеку. Ну, там же медведь. Я говорю ему на приличном расстоянии. Стой. Сейчас будут вопросы. Он испуганно останавливается. Медведь. Медведь тоже останавливается. Появляется Песков. Он не обращает внимания особенно на медведя. Он подходит. И начинается разговор. Ну, я там стараюсь переводить. В результате Василий Михайлович в кепке в своей струи грязного пота текут по лицу. Здесь все в грязи. Все. В куртках. Джинсы. Ботинки. В пыли и в грязи. Но это абсолютно счастливый человек. Потому что он сделал съемку. И он взял маленькое интервью. Все. Это готовый материал. Василий Песков это бренд «Окно к природу». Природа вокруг природы. Медведи, птицы и так далее. И в какой-то момент он написал целую серию космических репортажей. Да. Что произошло? Это был его интерес? Или его попросила редакция. Что это? Значит, существует такая легенда. Я говорю легенда, потому что нет, это реально произошедшее событие. Но я при всем не присутствовал, поэтому пересказываю вам с чужих разговоров. Что произошло? Комсомольская правда отправила экспедицию Дмитрия Шпаро, известного нашего полярника, на Северный полюс. На лыжах. И вот эти ребята шли, 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 шли. Комсомолка об этом писала. Они шли до тех пор, пока на публикацию Комсомолка не обратил внимания Суслов. И он спросил заинтересованных людей, точнее, позвонил главному редактору Комсомолки и спросил, а куда у вас идут люди? Куда? На Северный полюс, Михаил Андреевич. На Северный полюс. А если что-нибудь случится? Это же будет позор на всю страну, на весь мир. Немедленно возвращайте людей. Ах, как? Они уже на полпути. Ну, как это возможно? И тогда было решено, что будет встречаться Капартия с Сусловым, где будет обсужден этот вопрос. Главный редактор понимал, что один он против Суслова ничто. Поэтому он позвонил лауреату Ленинской премии Василию Михайловичу Пескову и сказал, Вася, помогай. И они поехали вместе. И Пескова и главного редактора поддержал Зимянин, который сказал, ну, давайте уж не будем там как-то возвращать, пусть идут, но давайте, конечно, изменим отношение к этому делу. А каким образом? Давайте пошлем лучшего журналиста Пескова и пусть он расскажет об этой экспедиции. И лучший журналист Песков полетел и снимал и написал огромный материал, который назывался «Они идут», где объяснил популярно, в том числе Иисуслову, зачем нужно это и что все в порядке и что все будет хорошо и что они дойдут и тогда будет слава не только группе «Шпароком Сомольской правде», но и отечеству возлюбленному. А как он выбирал темы природных своих репортажей? Он сначала уходил в экспедицию куда-то, потом привозил материалы. Он, знаете, он очень много знал. Если что-то его очень сильно интересовало, он обязательно об этом писал. Обязательно. Не было такого случая, что Песков мог рассказать что-то, но не написать об этом. Он обязательно считал необходимым это делать. Знаете, я вам расскажу такую историю. Мы, когда с ним были в Индии, нас привезли в долину Кулу, где было поместье Рерихов. И в маленьком поселочке Нью-Касло нас поселили в отеле в одном номере. Это были предгория Гималаев, довольно прохладно, поэтому нам выдали такие огромные одеяла, пуховики, чтобы можно было ночью кроваться и не мерзнуть. И вот мы с ним первую ночь, когда оказались в одном номере, укрылись этим пуховиком, и вдруг он мне говорит, Юра, пойди, открой окно. Я говорю, Василий Михайлович, холодно, пойди, открой окно. Зачем? Он говорит, облако должно зайти. Это предгория Гималаев, действительно высоко. И надо сказать, он был прав, утром пришло облако. Настоящее, туман заполз к нам в окно. Да. Почему я это увидел? Потому что мы не не спали, мы разговаривали. Всю ночь. И это была потрясающая ночь, я до сих пор помню ее в подробностях. Мы говорили о Дарвине, он, он, говорил в основном, говорили о Дарвине, о том, как он, почему он пишет об этих зверушках, что это для него, как это для него, зачем он это делает, почему окно в природу должно, как и это окно, не закрываться. Потому что, как я понял, для него природа и он это зеркало. И если ты не чувствуешь природу, значит, с тобой не все в порядке. С собой что-то не так. Ты должен быть естественен так же, как она. Новые времена совпали с его болезнью? К сожалению, случилось так, что он, у него случился инсульт, и что самое страшное для газетчика, для журналиста, он, у него начались дефекты с речью. Он очень переживал это, очень нервничал, как-то... И, знаете, я был потрясен, когда узнал, что он сделал. Он лечился в центре реабилитации речи у академика Шкловского на Таганке. и когда он восстановил речь, это уникальный случай, уникальный, он говорил, более-менее нормально, ну, с какими-то задержками. Вот, и когда он вышел оттуда, мне позвонил Шкловский, мы были знакомы, и попросил приехать. Я приехал, он мне показал фантастическую вещь, он мне показал учебник, который Песков написал там, будучи, как восстанавливать речь, с рисуночками, с какими-то указами. он работал там. Как интересно. Да, да, да. Как интересно. Нет, он не утратил ни ничего из своего профессионального опыта, из своих профессиональных привычек. Более того, мы с ним сошлись на том, что и он, и я как-то прикипели к Пушкинским горам, к этим местам фантастическим, красивым пейзажам. Там ночью в Гималаях он мне сказал, запомни, Юра, родина, это дом, мама, папа, дети, это пейзаж, твой любимый, который ты видел с детства. И это язык. Все. Вот лиши какого-нибудь элемента человека, и он потеряет родину. Когда я его слушал и переживал то, что он говорит, я слушал и с радостью, и с сожалению. с сожалением. С сожалением, потому что папа ушел слишком рано, а я слишком поздно поздно взрослел. И у нас не было такого разговора, серьезного разговора друзей. Мы не дружили с отцом, к сожалению. Я не дорос до этого состояния. А тут я почувствовал, что это вполне разговор отца с сыном, если так можно сказать. магнит двух поколений. Да, 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 да. Это очень важно. Я тоже всегда чувствовал, как необходимо старшее поколение, как необходим кто-то, с кем ты в редакции можешь обсудить что-то нетехнологическое. Да, да. Ну, вот таким был Егор Яковлев, кстати. Да, совершенно точно. Он был старше, и он был профессиональный. да, да, и он был очень доброжелательный. Ну, разумеется, конечно, но очень хорошо чувствовал, что ты думаешь, и что тебе можно посоветовать. Да. Я это ощутил. Юрий Михайлович, вы мне сказали, что книжку писать не будете, но это большая ошибка, по-моему. Вот все, что вы рассказали, это все каждый студент факультета журналистики. Хорошо бы, чтобы прочел. Вот теперь я подумаю об этом. Ну, а что, как вас новые времена, где застали? В Индии? Новые времена, я, дело в том, что комсомолки, начались новые времена, и мне сказали, Юран, закрывай карпунт, возвращайся в Москву. Начинаем экономить деньги. Да, начинаем экономить деньги. Так получилось, что я открыл карпунт и закрыл карпунт. Ну, что поделать. Конечно, обидно было, жалко, но единственное, за что я был благодарен комсомолке и судьбе, за то, что я практически объездил всю Индию, и не только Индию, этот регион. Непал. Непал, да, 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 я довольно хорошо знал. И я вернулся в Москву, комсомолка была уже другой, и очень мало было знакомых людей, вот, и, а тут еще, значит, главный редактор труда предложил мне поработать политическим обозревателем, а то, что вы называете новыми временами, то, что мы называем, это, конечно, в значительной степени политика. Мне это было интересно, поскольку я приехал в другую страну. она открылась политикой. Да, 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 да. Я приехал из другой страны, в другую страну, и мне это было интересно. Я некоторое время работал в труде, до тех пор, пока там можно было работать. А потом, опять, счастливая случайность, мне позвонил мой давний-давний друг и знакомый Фронин, сказал, меня назначили главным редактором российской газеты. Тогда комсомолка десантировалась в российскую газету. Совершенно верно, там старая комсомолка. Вот до сих пор в российской газете та самая комсомолка. Юрий Михайлович, я обратил внимание, когда готовился к нашему разговору, на одно очень небольшое ваше интервью, но бесконечно содержательно. Это в день или в дни, когда ушла из жизни Инна Руденко. Вы вспомнили о небольшом интервью с ней, опубликовали его. Вы у нее спрашиваете, что ушло вместе с социализмом, о чем вы грустите. Она говорит, слово «товарищ». А вы о чем грустите? О том, что ушло вместе с социализмом? Я работал собственным корреспондентом, специальным корреспондентом молодежной газеты Хабаровской на строительстве Байкала в Мурском магистрале. И когда я приезжал туда, ну просто в какую-нибудь там Алонку или там Наургал, или еще где-то, где строились станции, я видел ребят, которые приехали туда по, что называется, как это называлось? По Комсомольской пути. По Комсомольской пути. Совершенно верно. В составе студентов и каких-то, в общем, строительных отрядов. Там было всякое на бане. Там было все, что угодно. Но я никогда не забуду этих лиц и этих глаз. Это был редчайший случай того, когда благородные стремления государства совпадали с личными устремлениями людей. С тех пор я этого не замечал. Ну, можно было бы здесь поспорить, конечно, перестройка совпала в стремлении к свободе людей и то, что им дали. Конечно. Другая мотивация, другие обстоятельства. Да, конечно, безусловно, я это ценю. Наверное, более массовые. Это очень важно. Это очень важно, то, что мы приобрели. Но вы же говорите о том, что мы утратили. Да. Еще Руденко вам говорит на ваш, естественно, вопрос, что потеряла журналистика, она потеряла интерес к маленькому человеку. Вот я это очень чувствую. Да. Это правда. Это правда. Мы в советской печати, нам был человек любой практически интересен. Мог быть. сейчас. Вот вы знаете, у нас же сейчас интересны медийные персоны, так называемые. Те, кто на слуху, те, кто на виду, те, кто... Ну, и так далее, и так далее. Вот я, например, вам могу привести один пример. Некоторое время назад я попал в Екатеринбург и в свой родной город я там учился. И иду по улице Малышева и вдруг вижу, Боже, этого не было. Что это? Стоит огромный небоскреб и называется Высоцкий. Написано. Я нашел человека, который его построил. Он его построил, знаете почему? Не потому, что Высоцкий на слуху или на виду. Потому, что в 9 лет этот человек оказался без родителей. Родители погибли. И он жил один и слушал Высоцкого. И в какой-то момент он сказал, знаешь, мне показалось, что это мой папа. У него не было ни отца, ни матери. И он построил небоскреб, когда стал бизнесменом и стал инвестором. И назвал его Высоцкий. И там сейчас лучший в России музей Высоцкого. Вот это потрясающе. Это человек никому неизвестный. Он не медийная персона. То, что он сделал, фантастика. Да. Мне кажется, мы утратим. Таких судеб сотни. А еще к одному вашему интервью хочу вас вернуть. Он меня тоже очень тронул. Это интервью с патриархом Алексием. Это, в принципе, был человек, общение с которым даже человеку невоцерковленному давало очень много. И он вам вообще это насыщенное такое мысль интервью. И он вам говорит, что мы не сделали главного, мы не начали с покаяния. Кстати, он здесь с Абуладзе, конечно, перекликается. Нам нужно еще покаяние? Я думаю, да. Да, конечно. Мне кажется, мы не довели процесс осмысления нашей истории до каких-то логических точек. Я думаю, что мы обязательно к этому будем возвращаться. Обязательно к этому будем. Что я имею в виду? Мне кажется, что надо как-то как следует подумать о том, почему случилась трагедия трагедия вот этого 29-го 53-го годов. я считаю, что это масштаб национальной трагедии, конечно, произошел. По количеству погибших, безусловно. Конечно, конечно, конечно. А вот фраза из вашего интервью, ваша фраза, о том, что стало, вы спрашиваете патриарха, что стало с душой растерянного советского человека за 30 лет? А что стало с душой растерянного советского человека за 30 лет? Видите ли, когда я говорил с Алексием, я абсолютно искренне задавал им этот вопрос. Потому что мне действительно казалось, что, ну как, разрушились мощные идеологемы, в которые кто-то верил, кто-то не верил, неважно, но которые каким-то образом направляли нашу жизнь. И человек остался один. Он свободен, но он одинок, нет привычного. И кто-то, как мне казалось, должен был взять его в руки в объятии. Я это так же чувствую. Да, да, да. Но когда я прочитал это интервью спустя несколько лет, я немножечко совестился. Я понял, что я был в значительной степени неправ, задавая этот вопрос. Потому что никто, кроме тебя самого, не ответственен за собственную душу. А я полагал, что кто-то должен отвечать за нее, кроме меня. Но церковь берет на себя эту ответственность. Она берет, да, она берет. Но я думаю, что в значительной степени все-таки ответственность за то, каков ты, соответствующий для твоей жизни, с твоим понятием совести, отвечаешь ты, а потом уже кто-то еще. В чем вы черпаете уверенность в том, что вы поступаете правильно, живете правильно? Во-первых, я не уверен в этом. Я не думаю, что я вот двигаюсь правильным, верным путем, твердым шагом. Нет. Я, как многие, совершаю какие-то, знаете, как многие, иду на ощупь. Иду на ощупь. Профессия у нас еще связана с компромиссами. Вот в чем проблема. Да, 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 да. Ну, это необходимо. Это необходимо. Знаете, чем, чем, чем дольше живешь, тем больше, чем больше работаешь в журналистике, тем, тем понимаешь, что компромисс, или, назовем это пониманием, назовем это пониманием, едва ли не самое важное. Надо уметь, надо уметь, и граница понимать людей. Надо уметь понимать людей. И всех спрашиваю о правилах жизни, извините. А, да. Спрошу и вас. Правила жизни. Мы как-то говорили об этом давным-давно, и я запомнил это, и стараюсь этому следовать. Есть такая, такая, библейская максима. «Входите узкими вратами». Знаете, когда мы говорили, Илья Михайлович, мы заканчиваем наш разговор, и вот о чем подумал. В принципе, мы могли быть с вами земляками, потому что мой папа и мама работали на танковом заводе в Нижнем Тагиле. Мама была диктором радио, а папа был инженером. Что, серьезно, что ли? Да. И уже после войны, много позже после войны, так как папа был коммунистом, его бросили на стройку коммунизма, и семья уехала из Нижнего Тагила. Так бы мы могли быть с вами земляками. Я об этом подумал еще, потому что вы очень точно высказываете как бы поколенческое мнение. Вот о чем я хотел сказать. Спасибо вам за это. Спасибо вам огромное. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok